Мария Кирилловна в этом годе сустрене свой 94-й день народжения. Но и сейчас, в тот день, когда началась война, память о небоем был вчера. Узгадывая, первые выбухи приняли за грамоты. Вышла через полчаса, может, на улицу, может, раньше. Люди все пожилые такие повыходили. И война. Через, может, это было в 4-5 часов. А уже, может, в 7-8 часов, уже была целая вулька. Немцы ехали мотоциклами. Дагетуль вспоминать войну без слез не может. Трудно жили. И купали землю, и сияли, потому что надо было хлеба. Жаль, это сияли. На приконце войны девчина працювала в шпитале. Уже не памятая, кто принес на вину о Перамозе. Но с того времени и на всю жизнь у ее одно же данное. Чтобы войны не было, чтобы было, не очистить. Дай Господь, как растут и здорово. Ранее, когда дозволяла здоровье, в День Перамоги с семьей ходила в Брестскую крепость. А сейчас, на передо дни свято, что год принимает гостей дома. Мария Кириловна далеко не одна, до кого в эти дни завитают одержанные нащадки переможцев. Это те люди, которые им нужно отдать нашу дань памяти, дань уважения того, чего они в действительности заслужили. Мы занимаемся это планомерно, на планомерной основе в течение года всего. Но 9 мая это традиционно. Шановные гостейцы встречаются и в территориальном центре социального обслуживания Ленинского района Бреста. У вазах Галинки Безу. Квятки, которые пригоживали разборанные городы и тогда, в 45-м. В зале у дельника Ассоциации былых неполнолетних вязков фашизма. Те, кто в детстве прошел прожахи концентрационных лагерей, або был сосланной промышлой работой в Германию. Среди их и Инесса Кирилюк. Мать и Минская подпольщица загинула за стенки гестапо. Пятигодовая девочка трапила в лагерь смерти. С початку Маутхаузен, после Платлинг. Брали кровь у меня, ну у всех детей. У нас был отдельный барак. И до сих пор, когда мне приходится сдавать анализы, я с ужасом выставляю руку, я все время это помню. День перемоги состракала у Чехии. Когда наши возвращались воины домой, и вот стояли, вот что хочу сказать, Чехии настолько тепло приветствовали нашу армию, стояли по обе стороны дороги, и вот эти танки, машины с нашими воинами шли, а мы стояли в этой толпе и тоже очень радовались, что вот наши возвращаются уже домой. То есть мы уже знали, что это наши, победили, все хорошо. Столько лет прошло, хоть мы детьми были тогда, но, во-первых, у нас в семье всегда этот праздник отмечался. Мы всегда отмечали то, что мы все-таки вернулись домой, живыми и невредимыми. Родные люди связаны одной историей и одной перемогой. Головное для их назовсёды мирное небо над головой и усмешки родных, и каждый день життя – великий подарунок. Евгения Морос, Роман Филюсиш, Телерадио, компания «Брест».